так сейчас мы дождемся когда наши подписчики начнут заходить в сеть друзья есть на всем добрый день давайте дождемся пока подписчики будут увеличиваться сегодня будет очень много важных тем поэтому делитесь моим эфиром мы будем говорить о всем том важном что мы обсуждали последние дни и будем расставлять точки над и хорошо цена у нас не получается всем привет ребят давайте немного буквально подождем буквально минуту севак добрый день добрый день на рене иди горян ребята сейчас я поделюсь везде чтобы наши подписчики могли видеть и мы начнем хорошо хорошо нас сейчас я поделюсь везде также давайте поделимся группе никол пашинян за новую армению всем большой привет еще раз напомню что сейчас москве дневное время приветствую также наших подписчиков из еревана из соединенных штатов америки повсюду где будут смотреть наш эфир и еще раз напомню друзья нужно поделиться для того чтобы максимальное количество людей присоединялась к нам и участвовала в нашем прямом эфире сегодня мы будем говорить о скандалах и ссорах последних нескольких дней в первую очередь из уважения из-за безграничного уважения к моим подписчикам я хочу сделать эфир потому что многие люди они соответственно задают вопросы да и для них очень важно слышать ответы на свои вопросы поэтому я всегда нахожу время для того чтобы ответить на все вопросы которые у нас накипели напомню что сегодня значит у нас тема будет следующая как я написал в анонсе почему наше интернет-сообщество поддерживает министра образования арайка арутюняна по фактам это первая тема вторая тема почему в наших группах мы позволили крик критиковать ара папяна которого мы считаем популистом и для того чтобы не уходить в эмоции мы будем аккуратно это объяснять будем рады если господин папян сделает пост и даст ответы на наши вопросы всегда я считаю что ответы на вопросы могут скажем так исчерпать ту дискуссию которая теперь появилась третья тема какая оппозиция нужна армении какая оппозиция способна покачнуть власть никола пашиняна четвертая тема о насилии детей в армении будет тоже сухая статистика и пятая тема почему наши группы и наше интернет-сообщество за крепкую дружбу армении с россией грузии и ираном еще раз приветствую всех кто присоединяется приветствую и говорю спасибо всем кто делится также вы можете нажать совместные просмотр нашего эфира и так начнем с темы министра образования арайка арутюняна тема конечно очень важная потому что на протяжении всех этих двух лет арайк арутюнян становился также как арсен таросян объектом критики объектом жесткой критики и первое что хочу сказать дорогие друзья очень важно понимать да что сплетни всегда нужно отделять от фактов и так сплетни номер один который не подтвердилась потому что начинается учебный гор я вот сейчас буду вам по фактам приводить почему нельзя наговаривать на людей на протяжении года для того чтобы вывести из себя население для того чтобы раздражать необразованных армянских мужиков что было сделано против арайка арутюняна взяли какую-то книжку которая отдельно человек какой-то выпустил сам для себя о половом воспитании детей взяли эту книжку сняли и написали арайк арутюнян будет водить половое воспитание в школе и на эту сплетню клюнули все необразованные армяне то есть и чкан и скаканец мартик вонок шат грагет че асэлен байс москарова арайка сэнс бананы че то есть человека два года обливают грязью за то что он не сделал да это очень серьезная проблема для всех нас особенно для мужчин и женщин которым 40 50 60 лет да то есть сейчас начинается учебный год и выясняется что это ложь что это ложь не имеет никакого отношения к истине это раз второе да это вот по первому вопросу здесь я предлагаю всем нам задать вопрос а почему вы лгали что вводится такой предмет и из кого до арель чек то это врал насчет наговаривал на арайка это первое вторая ложь все ли это специально чтобы облить грязью арайка я думаю что это делали дашнаки и команды кочаряна и сержа все лето говорили о том что всем доброго дня всех приветствую говорили о том что арайк арутюнян убирает на река ци армянских авторов армянских писателей оказалось что это ложь и оказалось что никаких армянских авторов никто не убирает даже наоборот увеличиваются часы и будут в том числе западные авторы кстати говоря армянскому народу и армянским учеником действительно надо изучать не только армянских авторов которых повторяю всех оставили в учебной программе но и немножко шире смотреть на планету земля да где живет 7 миллиардов человек и я думаю что сегодня я лично могу сказать спасибо арайку арутюняну за то что он хочет чтобы кроме армянских писателей авторов армянские дети знали также про зарубежных авторов которые практически не представлены в армянской школьной учебной программе добрый день марина григориан карина петросян добрый день добрый день марина витисян ан акэ шатлявэль чаначим дзэзэль шатшатмецмецбарем нэр болу рид миланья шамбарян тоже большой привет это второе то есть второе вранье которое говорилось в адрес арайка арутюняна что убирает армянских авторов оказалось ложью тэсэк артэн эрико от га эрико от га арцем барцер ацель борте эстэгу массин сутерингорум двигаемся дальше третий момент арайка арутюнян ни копейки не украл из армянского бюджета арайка арутюнян очень образованный парень да и нет ни одного факта согласен кушады нету ни одного факта против арайка арутюняна что он коррупционер вор или что-то сделал не так это третье двигаемся четвертое четвертый момент который тоже для меня лично очень очень важен что касается предмета история армянской церкви лично я лично наши администраторы два года просят два года умоляют убрать этот предмет из школьной программы и сейчас я буду пояснять что почему мы это говорили и будем продолжать это говорить первое история армянской церкви остается в учебной армянской школьной программе история армянской церкви просто переходит в историю армении браво 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 арайку арутюняну и новой армении которые вернули историю армянской церкви в историю армении я задаю вопрос а что вы хотите чтобы история армении история армянской церкви были отдельными предметами я что что то не понял армянская церковь себя не считает истории армении то есть если армянская церковь себя считает отдельным Пусть открывает отдельные школы, захватывает новые земли и там преподает свою историю армянской церкви. История армянской церкви это история Армении. Браво Араику Арутюняну, которую историю армянской церкви вернул в историю Армении. Это то, что должен был сделать министр в новой Армении. Вернуть историю армянской церкви в историю Армении. Да, в школах не должны быть священники. Не должны быть священники в школах. И это блестящее решение, которое приняла армянская власть, новая армянская власть. Теперь, что касается армянских священников. Что делают священники в школах? И почему же священники ходят в школы, но не стоят возле древних армянских церквей? Это очень простой вопрос. Я все лето был в Армении, все три месяца. И хочу напомнить, что 1 октября на 7 дней мы отправляемся в Арцах. Кстати говоря, присоединяйтесь, пожалуйста. У нас уже набирается группа. Вы можете написать Арпене Петросян. Я буду очень рад, если вы присоединитесь. Это будет и гостиница, и питание, и мастер-классы. Записывайтесь в нашу группу и визжайте вместе с нами. Три месяца я был в Армении. И вы знаете, сколько мы показываем церкви. Как мы поддерживаем армянскую церковь. Я это делаю не потому что или почему-то. Я это делаю искренне. Правильно? Вы можете, каждый из вас, каждый из вас может подтвердить, что Рома Богдасарян все время показывает церкви. Это правда. Это правда. Правильно? Но вы знаете, что возле этих церкви практически нету священников. Священник где должен быть? Возле церкви я пришел в церковь. Церковь разрушена. Церкви разрушены. У нас сейчас... Вот представьте, как манипулируют, обманывают нас всех. Священники должны вернуться в церкви. Священники должны делать все возможное для того, чтобы мы с вами восстанавливали древние церкви. Сегодня они просто так обливают... Я говорю, Арайка Арутюнян один из лучших министров. И я говорю, для меня лично Арайка Арутюнян это гордость новой власти. Это вам уши прожужжали. А я говорю по фактам. И мой эфир вы можете делиться и сунуть тем людям, которые говорят, нет, он плохой министр. Например, священники должны вернуться в церкви. Священники должны в нас воспитывать нашу любовь к Богу в церквях. Не нужно сидеть в школах. В школах этот предмет преподадут армянские учителя. Если эту же историю армянской церкви будут дети изучать, в чем проблема? Пусть эти деньги получают за учебные часы учителя. Почему эти деньги получают священники? То есть, благодаря Арайку Арутюняну наши учителя больше получат учебных часов для себя. Сегодня священники, по сути, отнимают деньги у учителей. Так выходит. Почему священник должен получать деньги в школе за преподавание истории армянской церкви, когда это может сделать учитель? У наших учителей маленькая зарплата, нету часов. Пусть они и получают эти деньги. Все. Этот вопрос решен. Еще раз говорю, браво Арайку Арутюняну за этот поступок. Давайте я посмотрю, что пишет Найра Макарчан пишет. Наталья, это ваше мнение. Теперь слушаем дальше. Я понял, у нас тут и противница Арайка очень хорошо. Теперь, что касается Арайка Арутюняна и вопроса истории армянской церкви. Мы ходим по церквям. Господа учителя в школах и те, кто против Арайка Арутюняна пишут, с каких пор вы начали переживать за историю армянской церкви? То есть те учителя и учительницы, которые говорят, Арайка Арутюнян плохой, он плохой министр, вы с каких пор начали переживать за армянскую церковь? А если вы как учителя и все те, кто переживают за церковь, вы почему ни разу не написали пост у себя в фейсбуке во времена Кочаряна и Сержа Саркисяна, что все наши церкви разрушаются? Я сейчас задаю простой вопрос тем, кто пишет про Арайка Арутюняна, что он якобы что-то делает против церкви. Мога не знаком, но когда вы готовы, то перехватываете это, что вы выходите из власти, что они хотели учиться в лесу сурею. Вы же выходите из лаврового господа, просто вытаскиваемся дальше. Дальше. Где-то ведут, нет, вранье, где-то ведут учителя истории, а где-то священники. Почему не осведомлен? Очень хорошо осведомлен. Вы, кстати говоря, ошибаетесь, если думаете, что я мало знаю. Знаете, некоторые подписчики говорят, Ром, занимайся туризмом, Ром, занимайся благотворительностью. Вы очень сильно ошибаетесь, если думаете, что я не осведомлен. Кстати говоря, хочу моим подписчикам рассказать, что 99% информации, которую мы знаем, мы никогда не пишем. Потому что если ее писать, будут скандалы, разборки. Ну и вообще, зачем это нужно? Понятно? Теперь двигаемся дальше. Что касается церквей, хочу от ответственности заявить, что никогда армянская церковь не была такой сильной в истории современной Армении, как при Николе Пашиняне. То есть именно благодаря Пашиняну армянская церковь начала укрепляться. Почему? Последние два года, это единственные два года, когда мы можем спокойно заходить в церкви и общаться со священниками. До прихода к власти Николы Пашиняна священники очень часто, очень часто ругали людей в церквях. Лично я могу вам рассказать огромное количество случаев конкретно, в каких церквях, какие стычки, скандалы происходили. Ну вот, например, расскажу вам историю Гегард. Значит, мы приехали со съемочной группой с армянского русскоязычного телеканала в Гегард снимать репортаж. И к нам навстречу вышел священник с красными глазами. Я не знаю, что это за красные глаза. Я думаю, что вы умные люди поймете. Я не знаю, что это за красные глаза. Священник был пьяный или священник был под каким-то состоянием. Священник вышел в гражданской одежде. Священник Гегарти вышел к съемочной группе в гражданской одежде с красными глазами и начал агрессивно орать на то, что съемочная группа не должна заходить в эту церковь. Абсолютно спокойно это можно было сделать, однако это было так. Таких случаев было миллион. То есть до прихода к власти Никола Пашиняна армянские священники могли себе позволить агрессивно кричать, агрессивно ставить людей на месте. Впервые за всю историю Армении в последние два года мы видим, что священники стали в 10 раз лучше. Ни один священник за последние два года нам не грубит. Я сейчас лично захожу и когда вижу к священнику, когда я вижу армянского священника, я хочу подойти к нему ближе. Большинство подтвердит это, что именно при Пашиняне мы начали хотеть подходить уже к священникам. Во всяком случае, я уже вижу, что священники не злые. В Армении это так. И в Тавужской области блестящие священники, и в Сюникской области мы видели священников, реально очень классных. В Айоззоре какие есть священники. Мы сейчас хотим подходить к священникам, потому что священники стали добрые. Я за последние два года не видел священника со злыми глазами. А почему? Вы знаете почему? Сейчас я вот отвечу вам. Знаете почему священники больше не грубят? Вы знаете почему армянские священники больше не хамят никому? Потому что они начали меняться при Пашиняне. И он сказал, что партнеры, что она начинает делать во так, во так, во так, во так, государство, что он советовал. делать вот так вот так вот так и церковь поняла, что все, что она делала раньше священники вот эти они не могут так делать в новой армении они должны быть священниками они должны защищать армянскую церковь. И последние два года армянские священники радуют нас, благодаря Николу Пашиняну армянские священники больше нам не грубят. Впервые за два года вы не увидите с красными глазами священников. Это очень важный момент. А почему раньше мы видели с красными глазами? Что они такое делали с собой, что у них были кровеносные сосуды лопнувшие? Я не знаю. Может быть, вы знаете? Давайте. Двигаемся дальше. Поэтому вы должны зафиксировать то, что я говорю. Это мое видео. Делитесь, показывайте другим, что впервые за всю историю современной Армении в Армении нет священников с лопнувшими сосудами. Что впервые за всю историю современной Армении хочется подходить к священникам. Впервые за всю историю современной Армении священники не кричат, не орут. Смотрите, в апреле 2018 года я вместе с моими соведущими Кристиной Досарской и Сергеем Хачатуровым приехали в середине апреля в Ереван. Мы приехали фотографироваться для того, чтобы пропагандировать красивую Армению возле церквей. Мы приехали, купили себе и в том числе взяли в аренду национальную армянскую одежду. Мы пришли фотографироваться. Священник вышел и начал орать на нас. Это было до прихода. Тогда уже митинги шли. Священник начал орать, как бандит. Вы знаете, что говорил священник мне? Вы можете понять, насколько священники стали лучше благодаря Пашняну? Сегодня католикоз всех армян это не гарегин. Для меня католикоз... Да, говорю и слушайте. Если я человек верующий, если благодаря Николу Пашняну священники стали священниками, значит, мой католикоз всех армян Никол Пашнян до тех пор, пока он делает хорошо для моего народа, для моей страны, мой католикоз, да, Никол Пашнян. Если Никол Пашнян сделал так, что наши церкви, наши священники начали себя хорошо вести, впервые за всю свою сознательную жизнь я хочу общаться со священниками. Я хочу к ним подходить. И я к ним подхожу. Как это мы сделали в Лорийской области, мы подошли к священнику, к чудесному светлому священнику. Это было в церкви Ахпад. И мой друг Арпине Петросян, с которой, еще раз повторяю, мы едем в Арцах, я вас всех приглашаю, может подтвердить, как себя прекрасно ведут священники. Они говорили, здравствуйте, наш... Понимаете? Я не могу словами объяснить. Я не хотел отходить от этого святого отца. А раньше такого не было. Они были все злые, агрессивные. Ну, мы там сунцу на гаста тэнцэнэйвэль. Да. Вот видите? Теперь, что я хочу сказать. Поэтому в этом вопросе любой, кто говорит, что Арайк Арутюнян или Никол Пашинян разрушают церковь, им должно быть стыдно. Они манипулируют. Они умышленно делают так, чтобы их, да, облить какой-то грязью. Я вот вам факты уже принес. Двигаемся дальше по теме Арайка Арутюняна. Я уже много раз вам говорил, и еще раз могу подтвердить, что во многих армянских школах и в регионах, и в Ереване сидят директрисы, которые никакого отношения к образованию не имеют. Никакого отношения. И, кстати говоря, не только в Ереване так, потому что Энка Акапетнэрия, Алла Верды, например, да. Вот давайте по Алла Верды. Вы что думаете, что в Алла Верды все директрисы благодаря своему уму стали директрисами? Алла Верды, как вы думаете, Алла Верды без блата могла директриса стать директрисой? Нет. В Берде и Каакапетта, вы как думаете, в Берде можно без блата Каакапетта стать директором школы? Никогда. Я сильно сомневаюсь в этом. А в Ереване могли директрисы лучших школ, ереванских школ, просто так стать директрисами? Нет. Они дружили и с Ритой Сарксян. Одна из директрис лучших школ, вообще подруга Риты Сарксян, которая ненавидит Арайка Арутюняна. Они дружили с Ритой Сарксян. Они подхалимничали. Вы помните, недавно была история с фондом Нуне Исайан. А сентября Еркчуика, Нуне Исайан, которая взяла целый этаж школы и сделала фонд Нуне Исайан. А тогда вы почему не говорили против министра образования? Как можно целый этаж сделать фондом Нуне Исайан? Почему вы не говорили про это? Давайте говорить искренне. Вот как есть, так и будем говорить. Вы знаете, почему директор школы отдала целый этаж Нуне Исайан? Потому что директоров ереванских школ назначает начальника образования, по делам образования, мэрии Еревана. Сейчас я скажу по поводу Стамбула. Сейчас мы задаем вопрос. Да, мы сейчас говорим, почему Араик Арутюнян не снимает директрис ереванских школ? Не снимает, потому что по закону Республики Армения он не может их снять. Их может, он не может их снять, их может снять только руководитель отдела образования, мэрии Еревана. А руководитель отдела образования, или как он там называется, этого мэрии Еревана, имиджалюс Норенганалет Кангаан, вот эту женщину, которую я называю хозяйка ереванских школ, ее сняли неделю назад или 10 назад, сколько там дней прошло? По-моему, 10, если я не ошибаюсь. Норенганалет, а сейчас два года не могли эту женщину снять. А вы знаете, как сняли эту женщину? Оказалось, что у нее там такие мутиловки были с документами. То есть покопались и увидели, что она искусственным образом занимала свою должность. И женщина, которая работала в нэрии и отвечала за образование искусственным образом, кстати говоря, бакинская армянка, я же тоже бакинский армянин с арцарскими корнями, ну и что поделать. Так вот, эта женщина, бакинская армянка, которая там сидела, наверное, таким же искусственным образом и назначала этих директрис. Я думаю, что по звонкам, потому что, если я не ошибаюсь, то ли ее девер, то ли ее муж был охранником и при Роберте Кочаряне, начальником охраны, или как там, и при Сержисе Аркисяне. Вот такой человек сидел в образовательной вот этой сфере мэрии Еревана. Министр образования Араек Арутюнян вместе с отделом образования может назначать директоров, советовать. А снимать может только начальник образования, да, мэрии Еревана. Хорошо. Теперь эти директрисы, которые назначены были благодаря любовникам, благодаря Ритис Аркисян, благодаря Каакапетам, эти все директрисы настраивают своих учителей. То есть, директрисы ереванских школ просят своих учителей говорить против Араек Арутюняна, а учителя настраивают учеников и их родителей. Вот что происходит в Ереване и Армении. Кстати говоря, я был в одной из лучших ереванских школ, я был в одной из так называемых, в кавычках, да, эта школа сама себя называет лучшей. И при мне, да, как бы руководительница этой школы, подруга Риты Саркисян, лично при мне, при всех учителях, она говорила о своем отвращении к Араеку Арутюняну, она обливала грязью новую власть, и при мне в этой школе, вот можете мое видео использовать, передать Араеку Арутюняну, при мне учителя, как бы одна, во всяком случае, учительница отдельно при мне, показывала свою ненависть к власти. Потом меня отодвинули в сторону и сказали, что эта учительница является женой коррупционера, которого вышвырнули с работы, и поэтому она ненавидит Араеку Арутюняну. То есть, что это означает? Это означает, что часть учителей в лучших школах Еревана являются женами различных людей, сидящих в прокуратуре, в полиции. Часть из них, кого уволили, эти жены хают Араеку Арутюняна в школе. Почему? Кстати говоря, вот смотрите, вы можете задать вопрос, Ром, а ты считаешь, что все, да, работают в команде Пашняна хорошо? Нет! Я так не считаю. И более того, ближайшие два дня я сделаю разгромный эфир, кого надо вышвырнуть из команды Пашняна, чтобы вы знали, насколько я объективен. То есть, ближайшие два дня я сделаю эфир, кто в команде Пашняна работает очень плохо, и кого надо действительно выгнать. Бать! Что такое клевета, да? Клевета – это когда люди критикуют Арсена Турусяна и Араеку Арутюняна, которые, повторяю, являются сильнейшими министрами. А почему их критикуют? Потому что они сильные. Потому что образование и медицина – это те сферы, где крутятся большие деньги. Там очень большие деньги крутятся. И мы с вами это знаем, друзья мои. Да? Это следующий пункт. Двигаемся дальше. Да, я верю, что директора школ Вала-Верды вмешиваются в выборы. Двигаемся дальше. Если говорить о конкретно директрисах армянских школ, конкретно мы знаем случаи, все с вами, это весь Ереван знает, что несколько директрис были, причем при всем Ереване, любовницами ереванских тагапетов времен не только Тарона Маркаряна, но еще и ранее, да? Эти дамы стали директрисами этих лучших школ. Подружились с Ритой Сарксян, не знаю, с кем подружились. И возомнили из себя, реально возомнили из себя, цариц Еревана. И лег тенцов. Асигас, ты норен нэль кан Еревану, ворунг, и лег ирянц внушитан арэль, вор и рянг, вон сасэн, тапуэ, да? Асигас, романа тарнэль. И эти директрисы давным-давно потеряли чувство реальности. То есть, что происходит с человеком, когда он долго у власти, долго руководитель, долго директор? Знаете, что происходит? Потеря чувства реальности. То есть, этот человек в какой-то момент начинает думать, что он безнаказанный, что ашхары и мыса, да? То есть, это реально так? Таков человек, его алчность, скупость, его жадность начинают его превращать в тирана. И даже женщина является более страшным тираном, директрисой ереванской школы, чем мужик. Потому что женщина обладает хитрым умом. Это лиса, женщина, мать, жена, любовница в одной голове. То эта голова любовнику смеется и занимается с ним сексом, то эта голова командует учителем говорить, слушай, ты должна обливать грязью Арайка Арутиняна. То она, эта голова, мамочка для своей дочери, это женщина, в которой и негативное, и позитивное объединяются. И все это в одном коктейле превращается в тиранию. И эта женщина знать не хочет ничего про то, что в 2018 году сменилась власть и теперь это новая Армения. А вы знаете, когда у человека, у которого постоянно идет поток денег, вдруг он начинает прерываться, у этого человека начинаются ломки. Это как наркотики, да? Даже женщина, да? Если муж ее поливает деньгами, деньгами и резко сбавляет финансовый поток, она начинает раздражаться. Мой муж такой, мой муж сякой, начинает придираться к мужу. Почему? Потому что на уровне психологии финансовый поток начал прерываться. То же самое директрисы, то же самое учителя. Ба, пуха катырвеля, поркал кичачацеля. О, бам, мегавор, Арайка Арутюняна. Ба, шатканэрис, Арайка Арутюняна, это как грагиет. У, честь караду асэс, варайка Арутюняна, кашаракера. Ба, арач сах кашаракеринэгэль. Хэчэк кэнадатэль, ахчэк нэд. Ну почему, почему вы не критиковали кашаракеринэрин? Сэржи жаманак, качаряне жаманак. Почему вы не делали это? Это очень важный вопрос. Поэтому, что я хочу сказать. В команде Никола Арутюняна есть люди, которых надо выгнать как можно скорее. Но это точно не Арайка Арутюнян, это точно не Арсен Турусян, это точно не Акоп Аршакян, это точно не Арарат Мирзаян, это точно не Тигран Авинян, это точно не Феликс Цолакян, это точно не Лилит Макунс. Понимаете? Все эти люди, мощные люди в команде Пашиняна. И чем мощнее человек в самой команде Пашиняна, тем больше нападок к нему. Почему? Потому что команда Кочаряна, команда Сержа Саргсяна, Дашнаки, обижницы директрисы школ, они точно знают, что бить надо по самым сильным людям в команде Пашиняна. Има, мят харц. Дзесниц ми мааса, инзмич гору масма. Вот часть вас пишет, говорит, Пашинян умный, мы ему доверяем. Если Пашинян так сделал, значит так и надо. Чисто! Има, ду кушат ек иначе, 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 он ему очень доверяет. А знаете, почему он ему доверяет? Потому что Араик Аруцинян не материалист. То есть, в команде Пашиняна есть люди материалисты. Например, я считаю, это мое мнение, я имею право так говорить, я считаю, что Мэль Григориан материалист. Мэль Григориан нет никакого дела до Армении. Я считаю, что Мэль Григориан материалист. Я имею право как журналист так говорить. Но Араик Аруцинян он идеалист. То есть, он не живет материальными благами. Его ценности совершенно не такие, как у многих армянских министров и членов правительства. Для Мэль Григориана важно хорошо одеваться. Важно, в общем, не буду говорить, что, чтобы на... Скажем так, для Мэль Григориана важно, чтобы на всех и на все хватило его доходов. Так скажу, чтобы не выдать ненужную информацию. Да. О, Наталья Александровна. Ой, Наталья Александровна, я хорошо, кажется, задела. Бедная зла. Ну, зачем вы злитесь? Наталья, зачем вы злитесь? Что вас бесит, Наталья? Факты? А вы знаете, что вот то, что вы сейчас пишете, я вам не буду на это отвечать. Я уже вчера тоже отвечал многим людям, что вас бесит, факты? Почему я приплел Ритус Аркся? Хорошо, расскажу, почему приплел. Потому что любовницы бывших ереванских терапевтов, почему я приплел, ты спрашиваешь, Наталья, потому что любовницы бывших ереванских терапевтов являются лицемерками, которые всегда искали благ, связи, и да, тянулись к верхам. К верхам только не Господу Богу, да, а к власти. А то вдруг я скажу верхам, и вы подумаете, что я говорю, что они тянутся к Всевышнему. Нет, к верхам я имею в виду к важным тетенькам, у которых есть власть, телефонные звонки. Поэтому не надо, не надо обижаться. Я написал правду. Вот и все. Теперь, что касается Арайка Рудзиняна, и дальше мы перейдем к теме Ара Папяна. Хочу отметить, что по поводу вот того, что нужно изменить в армянской школе. Вот я, например, считаю, что 12 лет детям учиться не надо. То есть, если мы хотим делать замечания Арайку Рудзиняну и новым властям в плане образования, одной из проблем армянского образования является 12-летка. То есть, многие люди, так как я много еду по Армении, и в школах, и учителя, и дети говорят одну и ту же вещь. Говорят, Ромаджан, в 11-й год и 12-й год мы ничего практически не проходим. То есть, программа 11-го и 12-го года, то есть, 10-й класс они заканчивают, уже 11-й, 12-й это лишние. По всей Армении говорят, мы там толком ничего не изучаем. Вот нас зачем туда вообще выводят? Вот здесь я согласен, если бы мы критиковали бы Арайка Рудзиняна и сказали бы, знаете что, господин Рудзинян, вот вы нам объясните, зачем Республика Армения, вот я здесь готов критиковать вместе с вами, объясните мне, почему Республика Армения тратит деньги на учителей в 11-м и 12-м классе, когда там толком нечего изучать и дети все время отсутствуют на уроках. Вот это будет объективно. Вот такие вопросы надо поднимать. Это раз. Во-вторых, премьер-министр Никол Пашиня уже говорил, и вы помните что-либо Давайте спросим, учитель, который получает 5-10 тысяч драмов, он что может давать ученику? Это простой вопрос. Конечно, эти учителя, почему при Серже Саркисяне многие учителя получают 5-10 тысяч драмов? У них один или два урока. Для того, чтобы был штат. То есть получается, что женщин и мужчин обманывают, они живут в деревне и говорят, ты учитель. Учитель, который получает 10 тысяч драмов или 5 тысяч драмов. Получается обман человека. Этот человек, если учитель, должен получать не 5 тысяч, а намного-намного больше, 120-140 тысяч. И Пашинян прав. А зачем насиловать наших детей? Вы хотите так? Потом мы говорим, почему у нас много необразованных, почему у нас много драк, убийств. Это очень важный вопрос. Вы хотите таких учителей, у которых нет умственных способностей обучать чему-то ребенку? Это что касается Арайка Арутюняна. Так что, друзья, я надеюсь, что на этом мы по поводу Арайка Арутюняна закончим тему. Просто хотел последнее слово сказать. Последнее слово по поводу Арайка Арутюняна. Я хочу задать вопрос, на который хочу, чтобы вы дали ответ. Привет. Вот мы говорим о том, многие говорят, я сейчас здесь тоже слежу за вашим эфиром, потому что здесь у меня видно, что вы пишете, да, и я стараюсь не пропускать какие-то важные фразы. Теперь я задаю вопрос, хочу, чтобы вы ответили. Вы как считаете, вот столько лет давали предмет «История армянской церкви»? Ответьте мне на один вопрос. Если этот предмет священники давали в школах, почему церкви пустые? Почему церкви почти пустые? Давайте я вам просто объясню ситуацию. Смотрите. Смотрите, что вы делаете. Вы берете ручку, и вы берете бумагу, и вы берете видеокамеру. То есть вы берете какую-нибудь видеокамеру, ставите возле армянской церкви и включаете эту камеру. Пожалуйста, поставьте видеокамеру возле армянской церкви, включите камеру и снимайте 24 часа в сутки, 31 день в месяц. И после этого просмотрите и посчитайте, сколько человек пришло за месяц в армянскую церковь. Если вы обнаружите, что, предположим, в Тавужской области, вот в такой-то церкви пришли, ну, предположим, в Тавужской области, например, предположим, Агартин, да, пришло вот столько-то людей. Уберите оттуда туристов, потому что вы на видео увидите, что это туристы. И посчитайте местных жителей, которые пришли в армянскую церковь. Дальше. Здесь вы пишете количество людей, жителей Армении, которые пришли в армянскую церковь. Жителей того региона, где присержи саркисяне, армянские священники и учителя истории преподают историю армянской церкви. Я сейчас задаю простой вопрос. Если вы увидите, что это пять тысяч человек, предположим, пять тысяч человек, да, а количество жителей в Тавужской области, предположим, четыреста тысяч человек. Я задаю вопрос. Вы действительно считаете, что из четырех ста тысяч человек за целый месяц должны прийти пять тысяч? Вы как считаете, в этом случае эта работа священников и этот предмет помогли увеличению верующих или не помогли? Пожалуйста, ответьте мне на вопрос очень коротко. Если мы считаем количество пришедших в церковь, сверяем их с количеством жителей региона и обнаруживаем, что количество пришедших очень маленькое, ответьте мне, уважаемые подписчики, считаете ли вы, что вот этот предмет сыграл какую-то роль в увеличении количества верующих? Пожалуйста, жду ответ. Сейчас я буду смотреть. Так, я бы сказал, намного образованнее, потому что они только жопу грели, деньги получали. Хорошо. Итак, я жду от вас сейчас ответов, друзья, и буду вам зачитывать. Вопрос был следующий. Считаете ли вы, что количество верующих увеличивалось или нет? Нет. Армине Газарян пишет нет. Армине Газарян пишет нет. Хорошо. Жду также других ответов. Гор Агаджанян пишет роман. Не знаю, что он пишет. Хорошо. Нет. Раиса Бабаян пишет нет, дорогие друзья. Нет. Ваган Уганессян пишет нет. Елена Уганессян пишет нет. Нет, это не имеет значения. Сусана Уганесова написала, что нет, это не имеет значения. Жене Кармен Петросян написала нет. Нет, каждый верит по-своему. Нет, нет. Водь. Гуар Калтахчан пишет, что Егу Ваи Ваканели Шата Целинь. Гор Агаджан Шнуакалют Сун. Давид Джанун пишет нет. Сусанна Барселян пишет водь. Нет, водь. Нет. Вера идет в генетическом уровне. А, Гор пишет, я с вами согласен. Спасибо большое. Нет, конечно, нет. Спасибо большое. Вот я читаю. Спасибо большое. Водь. Нет. Ануш Дян Шнуакалют Сун. Ваган Уганессян. Атеистов стало больше. Вы сказали правду чистую. Дорогие друзья, таким образом, когда вы пишете нет, нет, нет. А я никогда не вру. Если вы считаете, что я неправ, я уже попросил вас сделать. Поставьте видеокамеру возле армянской церкви. Посчитайте, сколько людей приходит в эту церковь. ИЗАДАЙЦ ИВАПРОЗ. ЭС ИНЧА АРАЛЕЛ КОЧАЛИАНЫ ИВ СЕРШ САРКСИАНЫ. ЭС ВОНЦА АРАЛЕЛ МЕРЬ КАТОГИКОСЫ, ИЗАДАЛЕЛ КОЧАЛИКОСЫ, не потому, что мне не интересно с ним говорить. Потому что я читаю новости, вижу, что он говорит, он делает лайфы. Ну, зачем мужика лишний раз отвлекать? Может, сделаю, если попросите. Но почему мы обижаем человека, который ничего не своровал? Который делает умные вещи? Только потому, что он не вор? Только потому, что он не помогает подругам Риты Сарксян или любовницам травопетов зарабатывать деньги на взятках? Ну, я призываю вас защищать Арая Каару Цюняна, потому что я не просто сторонник новой Армении, я сторонник справедливости. Мне, вот некоторые говорят, Ромадян, ЭС ИЧКАНЫК ХЕЗ, Вы что, когда со мной кто-то не согласен, ГОВОРИТ СЕРКСИАНЫМ МУЦЕЛЬ, ИЗ КОПЕК ИРАНКЧЕНМУЦЕЛЬ, У БОЧМЕК ИЗ ЧИМУЦЕЛЬ МИКОПЕК. А, если, 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 ГОВОРИТ СЕРКСИАНЫМ МИКОПЕК, ГОВОРИТ СЕРКСИАНЫМ МУЦЕЛЬ, УЧЕЛЬ МУЦЕЛЬ, ГОВОРИТ СЕРКСИАНЫМ МУЦЕЛЬ, ГОВОРИТ СЕРКСИАНЫМ МУЦЕЛЬ, ГОВОРИТ СЕРКСИАНЫМ МИКОПЕЙК, касаемо меня, если я захочу доказать, что я ни копейки никогда ни от кого не получал, я готов сегодня бросить клич, и тысячу, две тысячи армян только за один день сами скажут, что они со мной общались, и я все делал бесплатно. Рестораны, КАК, ХАПЭТЫ, обычные люди, в день, сколько раз я отвечаю моим подписчикам, любой, кто у меня просит помощи, если я могу, советом помогаю, иногда помогаю помощью. Они все сами скажут, что Рома пришел, бесплатно нас снял. Я всегда делаю для моих братьев, армян и сестер, все бесплатно. Это правда, ребята. И то, что я сейчас говорю, я говорю то, что я думаю. Кто виноват, что в нашей церкви не хотят эти люди? Сэрф Саркисян виноват, Роберт Хочарян виноват, и виноват наш католикоз. Причем тут Арайка Арутюнян? Имамик Чигидек, чей Арайкин вводскопник, сетэээнк мэнк, гэром Арайки хандэп. Лусине Саркисян, этот предмет не надо защищать. Он теперь переходит в историю Армении. Лусине Джан, арач Арандзина, ихали ма, имануй банэн, ирянка, карталю ба, это в истории Армении они будут теперь это изучать. Какая разница, Лусине, зачем? Зачем насиловать детей 10 предметов делать? Здесь не вопрос спора, понимаете? Некоторые говорят, он должен быть отдельный предмет. Не надо, чтобы он был отдельным предметом. Дорогие друзья, вообще, по поводу истории Армении, я скажу вам, что я, это мой любимый предмет, история Армении. Это мой любимый предмет. И мне кажется, каждый армянин должен изучать свою историю. Но, дорогие друзья, история Армении у нас, я, например, не считаю, что мы правильно изучаем историю Армении. Я считаю, что наши армянские учебники, где очень много дат, они неправильные. Нужно убрать даты и увеличить объяснение, почему армянские цари поступали так или иначе. Вот смотрите, зачем мне изучать 40 дат, которые я все равно могу не запомнить? Какие-то важные даты надо учить. Сардарабадская битва, там, я не знаю, вот это, вот это, вот это, вот это. Да, но зачем? В каком году родился, в каком году развелся, в каком году поженился на царице Тамаре, и в каком году, зачем мне знать, в каком году и сколько баб, извините меня, было у армянского царя? Это зачем мне нужно? Вы можете, вот я, например, не понимаю, зачем в книгах написано, кто на какой царице женился и на какой развелся. Мы должны в истории рассказать, какие качества были у этого царя, потому что, если я ученик пятого или седьмого класса, мне надо в голову убивать, что наш армянский царь был великодушным, что наш армянский царь был смелым, что наш армянский царь говорил вот так, вот так, вот что должно быть в истории. Но нет, здесь тысячу дат. В таком-то году родился тот, в таком-то году, так-то-то. Неужели это так тяжело понять? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Вот мое мнение по поводу истории Армении. И я сейчас считаю, что от Арайка Арутюняна надо две вещи требовать. Первое, убрать эти 12 лет и сделать 10 лет. И, кстати, одну вещь он уже сделал, историю армянской церкви они вводят в историю Армении. Первое, сейчас надо требовать, убрать 12 лет, должно быть 10 лет. И второе, что я считаю, абсолютно будет справедливым, посмотреть, как изменить историю Армении. Вот я считаю, что эту тему надо постоянно поднимать. История Армении, она должна увеличить информацию про причины, почему армянский царь поступил вот так. И почему мы должны так поступать. Асканумик, то есть мы должны воспитанием заниматься, а не зубрить. А что происходит? Мы зубрим даты. Мы зачем зубрим даты? Мы зачем зубрим даты? Мы эти даты, если что, можем в Яндексе посмотреть. И сегодня Арайка Арутюнян должен обратить на это внимание. Мы должны убрать безобразное количество ненужных дат. Северский договор, давайте учить, давайте учить дату геноцида. Вот эти даты мы должны знать. Но там есть такие вещи, которые нам не нужны. Если что, я прочитаю про царя Баградидов, почитаю в каком году. Знаете, почему я сейчас говорю, да, про то, что не нужно говорить, про то, в каком году он женился и развелся. Потому что вот эта информация, она усложняет деятельность, вообще, усложняет работу мозга, маленького мальчика или девочки и ничего не дает в плане воспитания. То есть, это непонятно. И хорошо, давайте зададим вопрос. А когда ребенок выходит из школы, сколько дат он помнит? Вот вы лично помните даты? Я, например, большую часть дат не помню. Вот вы помните? Я не помню. Я помню, когда Первая Республика, там, геноцид, там, многие даты я помню. Но вот по датам я, например, многие даты не помню. И что? Зачем мне этого забивать голову, если это оттуда же и вылетит? Так, теперь двигаемся дальше, дорогие друзья. Тема Ара Папяна, это политолог, известный человек, в том числе потому, что он работал при Роберте Кочаряне, послом Армении в Канаде. Вчера я написал пост Вага Адамяна, и многих разозлило, что я репост сделал Вага Адамяна. Также я написал, также я написал, и я сейчас хочу пояснить моим дорогим подписчикам, что я имею в виду. Также я написал, что все, что касается и в том числе Ара Папяна, и все, не только, кстати, Ара Папяна, почему-то люди думают, что Ара Папяна. И Акоп Чагарян, и все, все, кто были частью режима Роберта Кочаряна, и все, кто приветствовали все, что происходило во времена Кочаряна, для меня не люди. Я сейчас говорю не Ара Папяна. Я поясню свое мнение. Во времена Роберта Кочаряна люди пропадали без вести в Ереване. Во времена Ара Папяна люди просто исчезали в Ереване. Тогда был президентом Роберта Кочаряна. За что я должен уважать Ара Папяна? Если вы были, вы говорите, он, может быть, не знал, он при чем тут. Если ты являешься частью системы, которая уносит жизни людей, я что должен говорить о тебе? И я был бы очень рад, если Ара Папяна, который, кстати говоря, делает скриншоты, загружает у себя, я был бы очень рад, если бы Ара Папяна написал в пост, что он против убийств людей. Если бы Ара Папяна написал, что люди, которые пропадали в центре Еревана, что это ненормальное явление. А вы, господин Папяна, вы претендуете на роль лидера Армении или, я не знаю, известного там мужика, которого мы все должны слышать. Напишите. Напишите. и то, что мы переживаем, чтобы мы знали, что, может быть, мы не правы. Вы что думаете о том, что в Ереване мы не могли спокойно гулять? Вы считаете это нормально, что люди пропадали в центре Еревана? А вы были послом в Канаде. Некоторые говорят, а что он должен был сделать? Мы тоже все работали. Что он должен был сделать, когда вы работаете просто где-то в банке или в пекарне, это одно. А когда вы являетесь частью этой государственной системы, и вы говорите, что, знаете что, как бы, я это не вижу, как бы, нет, я не знаю, это не я делаю, да, я это не вижу, я вот там. Нет, ты не там. Ты не там. Это ты сейчас можешь говорить. Что я не видел, я не знал, я понятия не имею. Ты был частью этой системы. Почему ты тогда не написал, что ты не согласен с этой системой? Почему ты не написал, что для тебя является ненормальным явлением, что люди пропадают? Теперь двигаемся дальше. Господин Попян своих сыновей освободил от армии, если я не ошибаюсь. Хорошо. Освободил, освободил, многие освобождали. И я знаю, что сыновья Попяна стали чуть ли там не обеспеченными мужиками и живут в Канаде, да, если я не ошибаюсь. Все получили гражданство Канады, правильно? Хорошо. Почему вы, работая при Роберте Кочаряне и став послом, почему вы решили, что канадское гражданство для вас лучше, чем армянское? Вы что, брезгуете армянским гражданством? То есть, вы как чиновник, потому что вы не эмигрант, вы не армянин, который устал от режима Кочаряна и уехал в Канаду. Вы лицо государства, правильно? Вы представляете Армению в Канаде? Это так было? Ну, я хочу просто для себя понять, почему для меня должен быть авторитетом человек, который не считает правильным служить в армянской армии. Потому что я знаю очень много армян, которые из России отправляют своих сыновей служить в армянской армии. И вот после этого эфира я загружу в течение часа фотографию парня, который несколько дней назад приехал в Арцах служить. Его мама, мама, эта женщина сказала, ты, сын, пойдешь служить. Я хочу понять, кого я больше должен уважать. Армянскую женщину, которая из России неделю назад отправила служить в Карабах своего сына? Или араб Апяна, который, пользуясь своими возможностями, получил для всей семьи гражданства Канады и сыновей освободил от армии? Я хочу понять, кого я должен больше уважать. Скажите, может быть, я не прав? Может быть, я не по-другому люблю Армению? Может быть, вы по-своему любите, а я по-другому? Некоторые из вас напали на меня. Кто ты такой, что критикуешь араб Апяна? Я могу критиковать, кого хочу. У меня на это такие же права, как у вас. И я думаю, что мы должны друг другу уважать. Мы не должны оскорблять друг друга. Значит, я задаю теперь вопрос всем нашим подписчикам, потому что я буду делать так, как скажете вы. Я серьезно говорю. я действительно считаю умным человеком господина Апяна. Я действительно ему считаю и желаю только хорошего. Но я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, человек, чьи дети не служили в армии, человек, чьи дети не служили в армии, а Рапапян его дети кайфуют в Канаде, он может на 100% знать, он может на 100% знать, что переживает отец, чьи дети сейчас стоят в Карабахе или в Тавушской области. И может ли такой человек командовать или указывать нации? Вот просто ответьте, может ли человек, который спрятал своих сыновей от армии и получил гражданство для них Канады, указывать мужикам, чьи дети сейчас в Карабахе и Тавуши, как надо жить в Армении? Напишите вы, я не буду писать. Ответ дадут подписчики, ответ дадут граждане Армении и Армении диаспоры. Грек, дук вонце гетун, каруга, течи каруга, еб вонц, дук грек, тенцел ес грэлюем, эс рупе иванец, етед дук грек, каруга, у ремен естенцем грэлю. Пожалуйста, ответьте, чтобы, если Ара Папян, а он смотрит мою страницу, пусть Ара Папян видит, что говорят люди. Может быть, Ара Папян думает, что я так думаю один. Пожалуйста, напишите, такое может быть или нет. Чикарох, пишет Анайт Габриэлян. Не может, пишет Сусан Бахщан, пишет не может. Однозначно нет, но это у Ганисиан. И на твума, иран анкам, где так в Кирче. Нет, не имеет права. Чикарох. И харкет, воч. Воч, чикарох. Герумен, Мартик, Кристина Саркисяна, говорим, чикарох. Ануш Катурян пишет, не может. Карина Амирханян пишет, не может. Никак нет. Воч, чикарох. Нет, нет, а значит, а значит, а значит, но не может, Россия Бабаян. нет, 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 Спасибо большое, ребята. Вот, теперь что я хочу сказать. Почему я все время говорю о армии? Почему я говорю, что, почему я говорю, да, что для меня человек, освободивший от армии своих сыновей, и, кстати говоря, я вам советую задать вопрос, а как освободила армии своих сыновей Ара Папиана? Это вопрос очень важный. И я советую вам обратиться в военкоматы и просто узнать, какие причины были указаны по поводу освобождения сыновей Ара Папиана от службы в воинских частях Республики Армения. То есть, это очень важный момент. А как министр обороны при Роберте Кочаряне или при Сержице Архистяне освобождают людей от армии? Вы можете это объяснить мне? Вот вы как считаете, как можно было их освободить? А что это означает? Теперь давайте подумаем внимательно. Еще раз повторяю, желаю только хорошего Ара Папиана, но те люди, которые говорят, Румаджан, ты пацан, откуда ты знаешь? Я пацан. Столько информации я знаю, я пацан? Теперь вопрос. Простой вопрос. Получается, что Ара Папиан разбогател и набил свои карманы деньгами при Роберте Кочаряне, которого он якобы ненавидит. Прекрасно. Ара Папиан стал послом в Канаде. Он ненавидит старую власть, но он стал послом. Послом просто так может человек стать? Просто так, да? Знаете, я пошел, стал послом. Ну, как считаете? Как считаете, без договоренности человек может стать послом? Могли Ара Папиан стать послом Армении в Канаде без согласия соблюдать те правила, которые есть. Я сейчас говорю о правилах взаимоотношений между государственными лицами и о правилах поведения. Двигаемся дальше. Человек, который душу дает, говорит, Армения должна так сделать, сяк делать. Ты сам получил гражданство Канады для всей своей семьи. Ты, если свою семью не считаешь, что она должна жить на территории Армении, ты как говоришь другим папам и мамам, что паре где в Тагун спанэк. То есть ты своих сыновей прячешь в Канаде, а нашим жителям Армении советуешь умирать под пулями? Вот те люди, которые уважают Ара Папяна, я вам задаю вопрос, вы как вообще считаете, что вместо сыновей Ара Папяна должны умирать под пулями наши бедные люди в Тавуши, в Карабахе и в Айоззоре? Батачи, что остаться вам? А вы что, как бы приветствуете женщин, у которых полно любовниц? Наталья, вас как-то задевает этот вопрос, вы как вообще считаете? Да, любовниц Тавопетов я задеваю, в чем проблема? Наталья, а у вас что, есть подруги, которые тоже любовниц Тавопетов и стали директрисами? Откуда такие истеричные комменты? Теперь, что касается Ара Папяна, те мои подписчики, которые вчера писали, что Рома мы разочарованы, не надо разочаровываться, я сейчас поясняю свое мнение, я поясняю свое мнение, для меня на первом месте не вы и не Ара Папяна, на первом месте те люди, у которых нету ни фейсбука, ни денег, и которые не являются послами Армении, вы смотрите мои эфиры, разве все три месяца я не показывал простых людей, которые выращивают виноград, которые работают на полях, для меня на первом месте простые граждане, а не Ара Папяна, Акопа, Чагаряна, которые купаются в деньгах, в чем проблема, в чем проблема, почему вы говорите, что вы разочарованы, да я говорю, как может человек давать советы армянскому народу, если он не считает нужным, что его семья и его сыновья должны служить в Армении и жить в Армении, это простой вопрос, просто простой вопрос, если вы считаете Ереван, Армению и Арцах офисом, или просто поводом, на котором можно политические очки заработать, это что? но это что? до прихода к власти Никола Пашняна многие люди, кстати говоря, вот, например, армяне России большинство, они не любят Армению, я говорю о людях, которые в организациях, а не о простых людях, они именем Армении пользуются для того, чтобы заработать политические очки, для того, чтобы, я не знаю, дела свои делать, вот и все, хорошо, я не понимаю, для меня непонятно, как может человек, который относится с таким отвращением к армянской армии, рассказывать, кто и где должен умирать, это очень легко и просто, если господин Попян напишет пост, что он все-таки уважает армянскую армию, и также господин Попян напишет, что все-таки он неправильно поступил, что сыновей убрал и не допустил их к службе, тогда я даже готов прекратить вообще думать об этом, понимаете, всегда надо слушать и другую сторону, но я вам задаю вопрос, а как вы думаете, как он освободил их от армии, то есть на каком основании, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, освобождение от армии может быть в случае, если человек больной, ненормальный или гей, правильно, разве дети, господина Попяна относятся к геям или к ненормальным, я не знаю, надо узнавать, по какой причине их освободили от армии. Человек, скольким людям помог за последние два года араб Попян, покажите хотя бы одну армянскую семью, которой араб Попян протянул руку помощи. Скольким людям помог араб Попян? Человек, который был послом в Канаде, который всегда жирно жил, жирно кушал, человек, который дружит с окопом чагаряном, это может быть человек, я не знаю, какие могут быть у него ценности страшные, я представляю. я очень хочу, я очень хочу ошибаться и очень хочу, чтобы араб Попян написал, что в чем-то я прав. Пусть пишет, что хочет, но не надо говорить в 5 часах, в араб Попяна, в 5-го руши, вон с мельерки, рапри, члены люди. Решение в Армении будет принимать та мать, чей сын служил или служит. Решение в Армении будет принимать тот мужик, чей сын служил или служит в Армении. Решение в Армении будет принимать тот человек, который живет на территории республики Армения. Сейчас я перечисляю правила нашего интернет-сообщества и мое мнение. Мы, люди, которые живут не на территории Республики Армения, не имеем права вредить Армении и правительству Армении. Мы, люди, которые живут за территорией Армении, мы должны поддерживать Армению. Мы должны помогать Армении. Я думаю, что наша цель для того, чтобы вообще Армения жила лучше, в том, чтобы радоваться радостям наших братьев и сестер в Армении и Арцахе. Это очень просто и это очень легко. Сделать всем нам. Понимаете? Теперь, что касается Стамбульской конвенции. Дорогие друзья, ставлю вас в известность, что за последние 6 месяцев, за первые 6 месяцев армии, что такое Стамбульская конвенция? Стамбульская конвенция, она может спасти всех нас. Сейчас скажу правду. Валерия Симона пишу. Вся команда Никола Пашиняна, вся команда Никола Пашиняна служила в армии, члены правительства. Все, Тигран Авеньян, Арсен Торусян, Никол Пашиняна, все во время апрельских событий поехали в Арцах. Какие у вас вопросы есть? Какие у вас вопросы есть? Начинает Арсен Торусян и заканчивая до Пашиняна. Все в апрельских событиях взяли ружье и стояли возле границы. Стамбульская конвенция. Речь идет о насилии против детей. За первые 6 месяцев в республике Армения 62 ребенка стали жертвами насилия. В буквальном смысле многие были изнасилованы. Вы что, считаете, что это не проблема? Это проблема или это не проблема? 62 ребенка были изнасилованы армянскими мужиками и избиты родителями. Это проблема или не проблема? Теперь я хочу спросить. Люди, которые говорят о Стамбульской конвенции, вы почему не пишете про то, что 62 ребенка были изнасилованы и избиты? А в конце года это будет уже 130-140. Вы считаете, что 130 изнасилованных детей в год это нормальное явление? Правильно я понимаю, что те, кто против Стамбульской конвенции, считают, что это нормально, что 130 детей изнасилованы в год в Армении? Вам не кажется, что это страшная информация? 62 изнасилованных ребенка за полгода. Вы что, думаете, что изнасилованный ребенок, это как раз-таки не имеет отношения к Стамбульской конвенции, чтобы защитить людей от насилия? Это как? Это эти изверги, которые пишут против Арайка, Арутюняна, против новой власти, насилуют детей. Мы что хотим? Остановить это насилие? И не хотим остановить это насилие. Вот мое мнение о Стамбульской конвенции. Вы можете взять информацию из полиции Армении по именам, по фамилиям, каких детей насиловали, избивали и какие дети стали жертвами. А я вам привел статистику. Теперь, дорогие друзья, какая оппозиция нужна для того, чтобы победить Николу Пашня? Будем так говорить. Понятно, что многие из вас говорят, Ром, у нас должна быть оппозиция. Конечно, должна быть оппозиция. Конечно, должна быть оппозиция. Но я хочу коротко сказать, какая оппозиция может победить и, если хотите, свергнуть власть Никола Пашняна. Я сегодня вам расскажу коротко свое мнение. Такая должна быть оппозиция, которая будет не клеветать на Пашняна. То есть, поймите, население Армении настолько сейчас, за последние два года, выросло как гражданское общество, что его враньем, клеветой и сплетнями ты не завоюешь. Смотрите, для того, чтобы оппозиция сумела свергнуть Никола Пашняна, оппозиция должна не заниматься клеветой и обливать грязью всех людей в команде Пашняна. Это не работает. Вы же видите, что это не работает. Это реально не работает. Оппозиция должна писать про все хорошее, что делает Пашнян и одновременно критиковать все то, что плохо. То есть, какую оппозицию население Армении готово уважать и за какой оппозицией население Армении готово сегодня пойти. Такой оппозиции, кстати, на данный момент нет. Итак, повторяю, население Армении готово пойти за той оппозицией, которая будет писать правду и хвалить все, что делает Пашнян и одновременно жестко критиковать все, что является плохим и вредит Армении. В этом случае эта политическая сила может стать здоровой для населения Армении и повести за собой массы. На данный момент такой политической силы нету, дорогие друзья. Мы можем сколько угодно молиться на Сасна ЦРР. Давайте вспомним, Сасна ЦРР даже не прошли минимальный порог. Это не я говорю. Это слово сказали, свое слово сказали жители Армении. Жители Армении не проголосовали за Сасна ЦРР. Это очень плохо. Повторяю, не я говорю, на меня обижаться не надо. Это просто сухие факты. Партия Дашнак Цу Цун, которая тоже опозорилась, не прошла минимальный порог. А почему? Потому что партия Дашнак Цун думает в последнее время только о деньгах. Во всяком случае, Дашнаки Армении и России, они только о деньгах думают. Поэтому люди за них не проголосовали. Может ли Царукян стать оппозицией? Нет, не может. Нет, не может. Потому что Царукян, у которого такая грязная репутация, он уже столько раз позорился, что он не может быть оппозицией. И Артур Ванетян вообще ноль репутации и ноль рейтинга в Армении. Он не может быть оппозицией. То есть, сегодня главная проблема Никола Пашняна, сегодня главная проблема Пашняна это отсутствие оппозиции. У него нет оппозиции. Какая оппозиция? То есть, оппозиция не должна быть из предателей, из старых правой партии. Это должна быть новая здоровая сила, которая будет идти в ногу со временем. Потому что армянский народ больше не вернется в те условия, которые были при Хочаряне и Серже. А что это означает? Тот, кто хочет свергнуть Никола Пашняна, он должен быть более патриотичным, чем Пашнян. Он должен сделать больше, чем Пашнян. И он должен доказать населению Армении, что он может сделать больше, чем Пашнян. Получается, что те люди, которые занимаются кляузами, они не могут свергнуть с Пашняном. И это факт. Это факт. И я говорю просто то, что я думаю. Теперь, что касается того, почему наше сообщество, дорогие друзья, почему наше сообщество, лично я, поддерживаем дружбу с Россией, с Ираном и с Грузией. И мы будем продолжать в том же духе. У нас есть люди, которые... Я не отвечаю за всех администраторов. Сразу же говорю, я могу быть не согласным со многими администраторами. Они могут быть не согласными со мной, но мы уважаем друг друга. Те администраторы и модераторы, которые пишут против Франции, это их дела. Те, кто пишут против Америки, это их дела. Те, кто пишут против России, это их дела. Но я, моя страница... И, кстати говоря, наша группа Никол Пашнян в периоды Армении, она за крепкие, дружеские, да, братские отношения с Россией. Мы просто так говорим. Вам не нравится, я понимаю. Но это такое у нас мнение. Почему, друзья? Потому что Армения, я об этом много раз говорил, маленькая, разграбленная экс-президентами. Наши экс-президенты нас сделали несчастными. Разграбили все, что только можно. У нас нет времени ругаться ни с кем. У нас два врага, Азербайджан и Турция, которые нападают на наших сыновей. Поэтому призываю всех тех, кто уважает меня, всех тех, кто читает информацию в моих группах, услышать, что я говорю. Мы должны укреплять свой дом. Мы должны уважать Грузию, Россию и Иран. Они должны уважать нас. И мы вместе должны укреплять отношения для того, чтобы грузины, иранцы, россияне, армяне максимально чувствовали себя комфортно. В том числе приезжают друг к другу. Это очень важно для Армении. Для Армении важны русские туристы. Для Армении важно, чтобы были дороги, чтобы ее продукты продаваться могли. И также она экспортирует из России товары. Мы в России тоже много покупаем всего. Для Армении важно, чтобы сегодня происходило то, что делает Пашинян. Почему я поддерживаю Пашиняна? Да, для меня это любимый ворчапет. Потому что он строит дороги для моего народа. Он строит шкроллы для моего народа. Он строит детские сады для моего народа. Он открывает заводы и фабрики для моего народа. Он строит осветительные приборы, ставит. И теперь в деревнях, где не было освещения, появилось освещение. Он готовит самое правильное для своего народа. Он начал производить автоматы. Он накормил свою армию. Он строит мою родину. Почему я должен быть против ворчапета? И чепетка есть демгарем. Я не знаю, что я не могу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, пользуясь случаем, хочу сказать, что мы будем и дальше поддерживать русско-армянскую дружбу, дружбу с Грузией и дружбу с Ираном. И я искренне хочу, чтобы наши братья грузины, братские русский народ, потому что у многих из вас есть очень много русских ребят, которые не просто приезжают в Армению, а приезжают в Армению и приезжают в Россию и говорят, ребята, в Армении круто, поехали туда. Это и есть те отношения, которые называются братскими, когда люди могут спокойно гулять в Армении, потому что мы христианская страна. И в первую очередь мы хотим видеть, да, людей, которые понимают нашу культуру, которые придут в христианские церкви и потратят свои деньги там. Что плохого я делаю? И какая-нибудь, извините меня, дама, которая не хочет даже жить своим мужем, живет в Испании, сидит, хает Россию. Кто ты такая, что ты хаешь Россию? Кто ты такая? Ты так любишь Армению, чего ж ты сидишь в Испании? Даже с мужем ты не хочешь жить. Вот такие женщины, которые не хотят своим мужем жить, сидят в Испании и говорят о Армении. А я не буду отвечать своим врагам, я буду выше. Теперь, пользуясь случаем, что хочу сказать. Дорогие друзья, 20 сентября с 12 часов дня, свободный вход. Все наши армяне, которые в Москве, пожалуйста, поддержите нас. Мы хотим, чтобы все пришли. Будет бесплатная лекция по вину, будет дегустация, можно будет совершенно бесплатно пробовать вино. Но у нас будет день поддержки вина ко дню независимости Армении. Поэтому я 20 сентября всех жду в павильоне Армении, начиная с 12 часов дня. Единственное условие, вход бесплатный. Единственное условие, надо купить одну, две, а может быть пять бутылок вина. Поэтому, дорогие армяне, все, кто в Москве, или если у вас есть друзья в Москве, сообщите своим друзьям, что 20 сентября будет большой праздник вина в павильоне Армении, где мы собираемся, чтобы купить армянское вино. Я очень жду всех вас. Я хочу, чтобы вы пришли, купили одну, две или три бутылки вина. И если вы купите вино, вы поддерживаете наших виноделов. Поэтому я всех-всех жду и очень прошу всех наших армян передать своим родным, близким вход бесплатный. Павильон Армении, это возле метро ВДНХ. И еще одна информация. Друзья, мы 1 октября отправляемся с большой группой туристов в Варцах. Туда входит гостиница, трехразовое питание, мастер-классы. Все-все-все-все-все. С 1 октября по 7 октября мы отправляемся в Арцах. Условие такое, что с одной стороны, да, вы платите за свою путевку, но важно, чтобы те, кто поедут в Арцах вместе со мной и с Арпене каждый день загружали фото из Арцаха, чтобы мы пиарили Арцах. То есть мы начинаем поддерживать Арцах, именно организуя вот такие групповые поездки, чтобы показывать древние церкви, хачкары и многое другое. Поэтому все, кто с 1 октября по 7 октября присоединяются к нашей поездке в Арцах, пожалуйста, напишите Арпене Петросян и присоединяйтесь к нашей группе. Всех уважаю, пожалуйста, не обижайтесь. И последняя просьба, старайтесь, если вы не согласны, сразу же не нападать, не оскорблять. Подождите, пока мы сделаем эфир, да, и может быть в нашем эфире вы услышите больше, чем когда вы читаете что-то, говорите, ой, мы разочаровались, ой, мы передумали. Нет, нет, мы на стороне простых людей, мы на стороне бедных людей. Я ничего и никогда не врал. Я ни на стороне, ни по... Мы на стороне будем Армении. Субтитры сделал DimaTorzok